Как правильно зарегистрироваться в тренинг-центре и получить доступ к обучающим материалам. Для регистрации вам потребуется работающий адрес электронной почты. Вы должны иметь доступ к этой почте, потому что именно на эту почту придет письмо от обучающей платформы, и вы можете продолжить свою регистрацию. Вам потребуется реферальная личная ссылка человека, который приглашает вас в тренинг-центр. После регистрации у каждого будет своя личная ссылка, доступна она в партнерке, статистика, и вот эта ссылочка. И самый важный момент – это номер пригласившего вас человека. Этот номер требуется для того, чтобы система смогла найти личный кабинет пригласившего вас человека, и вы могли подключиться именно к этому кабинету. Ошибка при вводе этого номера придет к тому, что вы не получите доступ к обучающим урокам. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Итак, с исходными данными понятно. Первый шаг – мы переходим по ссылке на регистрацию. Ссылка может быть получена вами в личном сообщении в социальной сети, через переписку в каком-то мессенджере, либо вы эту ссылку можете получить в описании видео, вот таким вот образом она выглядит на YouTube-канале. Либо вы переходите в обучающий центр с одностраничного сайта и нажимаете вот на подобную кнопочку. Здесь ссылка на регистрацию скрыта от вас. После клика по ссылке вы попадете на главную страничку платформы, на которой мы организовали наш учебный центр. Кликаю на ссылку и попадаю на главную страничку сайта Век Роста. Именно на нем у нас организована обучающая платформа. Переходим к шагу номер 2. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Регистрация» и перед нами открывается первая страничка «Регистрационный форум». Наш обучающий центр организован генеральным директором компании «Вивасан» Шерешевой Ольгой Васильевной. Поэтому в списке компаний необходимо выбрать «Вивасан». Это можно сделать, открыв список компаний и просто его пролистав. Но проще, переключившись на латиницу, набрать название компании «Вива» и система быстро вам найдет «Вивасан». Следующим шагом в поле «Электронная почта» вам необходимо правильно внести полный адрес вашей электронной почты. У вас должна быть возможность открыть эту почту, то есть получить доступ к письмам, которые придут на адрес этой почты. Я сейчас заполню почту, отмечу чекбокс, что я согласен с политикой обработки персональных данных и пройду капчу, что я не робот. Я нажимаю на кнопочку «Зарегистрироваться». Система сообщает, что на адрес электронной почты, который вы указали, отправлено письмо. Вам необходимо дождаться получения письма на вашу почту и пройти по ссылке в письме. Итак, на мою почту пришло письмо от платформы «Век роста». Тема письма «Подтверждение электронной почты». Открываю это письмо. В письме ссылка на подтверждение и возможность перейти к следующему этапу регистрации. Необходимо просто кликнуть «Выполнить однократный щелчок мышки» на эту ссылку, и мы продолжим нашу регистрацию. Щелчок по ссылке открывает заключительную форму ввода ваших регистрационных данных. Это наш шаг 3. В этой форме поле почта уже заполнено, эта почта уже подтверждена. Вам необходимо придумать пароль. Пароль – это не пароль от вашей почты. Это пароль, который вы будете использовать для входа в ваш обучающий центр, в котором вы сейчас регистрируетесь. Пароль должен быть длинным, сложным. Рекомендация следующая. Сразу же сохраните адрес электронной почты, который вы используете при регистрации. Он будет у вас являться логином для входа на платформу обучающий. И сразу же сохраните пароль, который вы будете использовать для входа в ваш обучающий центр. Лучше это сохранить в блокнотике. Вот почта. И сюда я сейчас придумываю какой-то пароль. Пароль по-английски – это буквы и цифры не менее 8 сил. Я придумал пароль, выделю его, скопирую и вставлю в поле придуманный пароль. Через правую кнопочку действуем «Вставить». Либо нажимаю комбинацию клавиш «Ctrl-V». Кому как удобно. Пароль внесен. Заполняем вашу фамилию, ваше имя и отчество, чтобы пригласивший ваш человек прекрасно понимал, кого он приглашает. Теперь необходимо ввести ваш первый контакт. Это ваш телефон. Телефон, пожалуйста, набирайте в международном формате. Плюс 7 – код страны. И дальше номер вашего телефона. Если на этом номере у вас есть WhatsApp, нажмите на кнопочку с изображением WhatsApp. Если к этому номеру привязан Telegram, также нажмите на Telegram. Если еще и Viber есть, нажмите на значок Viber. Вы позволите вашему спонсору проще с вами связываться, написав какое-то сообщение на один из этих трех мессенджеров. Поле «Компания» мы не изменяем. Далее. Обязательное поле «Страна регистрации». «Россия». И выбираем ее из списка. Следующее поле – это ваш регистрационный номер в компании VivaSAN. Если у вас уже есть карточка клиента, которая позволяет покупать продукты со скидкой в 23%, получать ежемесячный кэшбэк от сделанных покупок, вводите, пожалуйста, свой номер. Его вводить нужно правильно и точно, потому что благодаря этому номеру будет создан ваш обучающий кабинет, лично ваш. И если вы в дальнейшем кого-то хотите пригласить, то люди уже будут подключаться к вашему обучающему кабинету. Если у вас нет карточки клиента компании VivaSAN, в это поле вы можете внести любые данные, то есть это цифры, любые. И следующее, наиболее важное поле – это регистрационный номер человека, который вас пригласил. Если вы в этом поле ошибетесь, то есть не наберете правильный номер пригласившего вас человека, система просто не найдет его личный кабинет, и вы не сможете подключиться к тем курсам, на которые он вас приглашает. В списке обучения спонсоров у вас не будет вот этих курсов. Это же самое произойдет, если вы не заполните это поле, то есть оставите его пустым. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с пригласившим вас человеком, уточните его регистрационный номер и правильно его сюда внесите. Если по каким-то причинам у вас нет сейчас связи с этим человеком, то в поле, пожалуйста, укажите регистрационный номер нашего генерального директора Ольги Васильевны. Вы подключитесь к нашим обучающим курсам, и тогда в личной переписке на самой платформе, либо в наших командных чатах, мы найдем человека, который вас пригласил, и вы сможете переподключиться под него. Делается это очень просто из настроек профиля на страничке «Спонсор». Вы можете выбрать совершенно другого человека, который является вашим спонсором. Заполнили поле «Номер спонсора» и нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться». Получаем сообщение об успешной регистрации, и нас автоматически переводят в обучающий центр. Можете посмотреть краткий ролик, можете нажать «Посмотреть позже». Итак, переходим к следующему шагу. В правом верхнем углу вы должны увидеть фотографию человека, который вас пригласил, при условии, если вы правильно ввели его номер. И сообщение, что вы не подтверждены. При регистрации посылки не открывается доступ к урокам на автомате. Требуется подтверждение. Подтверждение со стороны пригласившего вас человека, и делается это вручную. При пригласивший вас человек видит, что у него заявка, видит, кто просится в его команду, и подтверждает заявку на обучение. Вот только после этого у вас появится доступ к урокам. Ваш статус сменится с «Не подтверждено» на статус «Связаться со спонсором». Я сейчас обновлю страничку, информация на странице поменялась. Вам необходимо дождаться подтверждения со стороны спонсоров. И как только это подтверждение произойдет, вы входите в раздел «Обучение», выбираете спонсоров, и подключаете курсы, которые сделал ваш спонсор. Начните, пожалуйста, с первого курса, он не зря расположен первым. Это «Как пользоваться тренинг-центром». Нажмите «Подключить», подтвердите подключение. И теперь можете нажать на кнопочку «Обучение». Откройте самый первый урок и внимательно ознакомьтесь с той информацией, которая будет выложена в этом уроке. В нем вы найдете подробную инструкцию, что и как вам дальше нужно будет делать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, связывайтесь с пригласившим вас человеком, либо пишите в наши общие ресурсы, как к ним подключиться. Об этом рассказано в отдельном уроке, который так и называется «Подключаемся к общим ресурсам». Успехов вам в обучении! Продолжение следует...